Как определить эксперты в нише или нет? Как определить вашу экспертность? Есть очень хорошая пирамида экспертности. Нарисуем ее примерно вот так. И это первый уровень, второй уровень. Понятно, да? Это у нас третий уровень. Это у нас четвертый уровень. Это пятый. Это шестой. Это седьмой. И это восьмой. Итак, пирамида экспертности. Первый уровень, второй уровень. Это новички. Например, если брать историю России. Вот очень многие люди, очень многие люди, да, они знают историю России на первом уровне. Ну, назовем ноль-один. И это новичок. Есть другие люди, которые, допустим, я. Я по истории России на двоечке. Правильно? Почему? Потому что я прочел всего Акунина про историю государства российского. У меня там есть книги там про «Россия. Великая судьба». И я с большего понимаю, когда какие этапы в истории России были, да? То есть я уже здесь, там, продвинутый. Потому что я прочел много книг. Я понимаю, с большего могу пересказать. Иван Грозный, кто был, тиран, там, опричники, что они делали. То есть я уже примерно понимаю, плюс-минус. Третий уровень – это, назовем их преподаватели, хорошие преподаватели в школе. Правильно? А восьмой уровень – это, я считаю, что по истории государства российского, восьмой уровень – это Акунин. Ну, извините за попсу, но мне нравится его. То есть если бы так подавали в школе материал про историю, как подает он, все бы учили историю. И все бы ее знали. И все бы знали на зубок истории государства российского. Вот все. Банально, да? То есть вот для меня он восьмерка. А семерка – это какой-нибудь профессор, который реально написал много книг, там, да? Он знает, там, про историю, там, пятое-десятое, в этом формате. А теперь внимание. Вот это очень важный момент. Для людей пятый уровень, допустим, это какой-то очень узконишевый историк, да? Пишем «узкая ниша». Так вот для людей, которые находятся на первом, либо на втором уровне, все равно, что пятый уровень, что восьмой, что седьмой. Для них вы гуру, понимаете? Но если вы находитесь на этом вот уровне, то рассказывать и идти в нишу контента, вот сюда не надо. Очень многие инфобизнесмены, там, цыгане, они покупают некий курс и потом, вот я знаю у нас так, да? Они смотрят наши курсы, наши уроки и пересказывают их, пересказывают наши стримы, выдавая себя за гуру. Это хорошо на первом этапе, можно срубить денег нормально, но вот здесь надо понимать, на чем они зарабатывают. На том, что для людей, для вот здесь вот этому новичку, школьный учитель тоже будет гуру на третьем, на третьей ступени экспертности. И Акунин будет для него гуру. И узконишевый там какой-то профессор будет гуру. Все будут гуру. То есть, и если вы уже начинаете идти с третьей ниши, с третьей ступени этого всего, тогда можно делать и будет у вас хорошо. Вот прям будет хорошо. Почему? Потому что для вот этих вот, вот эта масса девяносто, там пять процентов. А вот эта масса три процента, а вот эти гуру, они там получаются, здесь вообще там получается ноль ноль один. Так вот, что вот этот профессор, что учитель школы для этих вот двух, даже для продвинутых, все равно знает больше. И вы, если вы эксперт в нише, заходите в узконишевый, и вы там будете все равно быть экспертом. Потому что здесь на этом формате у вас вот эта пирамида экспертности. Вот. Вы здесь и этим людям вы дали, они может пришли к вам один раз. Потому что он собирается ехать в Россию и собирается узнать там десять фактов о России, или десять фактов о Кремлях, или десять фактов о Нижнем Новгороде. Он пришел, посмотрел, и он не хочет глубоко заходить. Но, вы можете сделать контент и становиться выше сюда. И то же самое ваш канал. А теперь вот эту нишу экспертности поменяйте на свой канал. Ваш канал, если он вот так, либо вот так, он не заходит. Вот смотрите, школа видеоблогеров, что для вот этих, что для вот этих, все равно. И у меня, допустим, есть ученики, которые уже на этом этапе, на четвертом. Но для них, для вот этих, для новичков, ну для многих из вас, они будут гуру. Потому что они уже знают больше, чем вы. Логично и просто. Вот пользуйтесь, поставьте себе оценку в шкале экспертности. И посмотрите, то есть, вот этот вот момент очень важен. Потому что многие не понимают, как проверить экспертность вот так. И честно для себя. Потому что, если вы себя обманете, и поставите себя вот сюда, а выше вас еще будут другие люди, соответственно, вы должны понимать, кто вы здесь, кто вы в этой шкале экспертности. И тогда будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!